Субтитры сделал DimaTorzok Ну что тут можно сказать Победитель, друзья Победитель этого матча выходит с группы С первого места и лишает себя удовольствия Отыграть еще одну встречу Бо-3, где команда Орбит просто тощит зубы Также параллельно за выход уже со второго места На пятом канале идет трансляция от страйка С Вейсом, вы можете пойти туда Если хотите Там НИП вершат судьбу У них там уже должна была начаться вторая карта Результат первой пока не понятен Ну что ж, интрига на турнире создана Но знаете, на мой взгляд Здесь, опять же, это какой-то КС ошибок В действительности мы с вами сегодня видим Что ж, проперти наказали НИП на первой карте Но если НИП поедут домой после своего почти триумфа Готовится, то это будет для них, несомненно, шоком Что ж, бомба стоит Шазам 1 в 2 Выпад на Бьёле Есть минус Слышат, да, слышат шаги по дуге Это ТАС и... Ну, непонятный момент Шазам Пошёл в обход ТАС идёт за ним по пятам Шазам теряется Топот Врыв ТАС Ну, видите, здесь не простил Что ж, друзья Виктор Войтес 2-0 Правда, 4 минуса всё-таки удается сделать Клоудам Это сейчас изрядно подрихтует экономику польской команды Остаётся только ФАМАС Ну, даже попытка подобрать что-то другое Заканчивается не совсем приятно Потому что ничего другого здесь уже не остаётся 2-0, 2-0 Ну, и экономика, как видим, весьма слабая При этом американцы это прекрасно понимают Они просто делают волевой бай Три тэк-най на два Галилу И попытаются сразу тормознуть ВП Так, у ТАЗа, по-моему, там сейчас Должна быть раскидка Первый дым Вот он своим дымом просто сейчас потушил весь Молотов Тем не менее, Шонгейрс пытается пройти В свой же Молотов залетает Сгорает от своего же Молотова Бог ты мой, провал на провале, Америка Ну, как так, а? Как так, парни? У меня единственное, что можно сказать Как можно было выбивать дугу, кинуть Молотов И выйти в него насмерть? Антилогика, друзья Бомба на Б-планете Последний 7 В стейке Выпад на центр Если он здесь ещё минус Да, делает минус Но чёрт возьми Волевой бай Заканчивается для команды Клоуднайм Вообще, феерическим провалом Шонгейрс Ловит, по-моему Нереальную минус мораль Вот по-другому это и не назвать Нереальную минус мораль 0-0-3 0-0-3 Шроуд Шазам Единственный, кто пока старается Но Гилберт должен догонять Ну, у Virtus.pro, по-моему, всё в порядке Вот, знаете, они могли не доводить до трёх карт Если бы играли со Снексом И Кобблстоун забрали в свою пользу Потому что, наверняка, шансов Американскому пику Они вообще никаких не оставили Ну, теперь АК Ну, не особо удивительно Выглядят их действия на АК Опять же, здесь мы видим Они явно стесняются выходить Более агрессивно Паша Ну, вот Паша отстреливает куриц Вот кто чего, а Паша отстреливает куриц Что ж, выход на Б-плент Мичу без шансов Вместе с Нао справляется Стройка игроков Атаки Бомба падает под них И, собственно говоря Гилберт Любая попытка перестрелки Будет просто Караться Караться смертью Ну, и последний у нас Остается Шроуд Который пытается отыграть Бегу до последнего Ну, и это тоже Закончится для него Очень-очень быстро Что ж, убедительное начало Для польской команды Не дали собрать экономику Не дали забрать важные Раунды И самое главное Сделать с этим Будет что-то сложно Ну, что ж Посмотрим Посмотрим Каков здесь будет ответ От команды Клоуд-9 Первый девайс на раунд Опять же Полноценный за ними Но посмотрите У Шангейрс Из-за того, что у него был Тимкил Закупается на Тек-9 Это минус один девайс В стеке И, соответственно Проблема в перспективе При том, что Большая проблема В перспективе Просто полная затишия Виртуз про Виртуз про уже в четвером На планетане По-моему Слоу-плей Пода Зачитали Сейчас в исполнении Американцев Ну, как видим Главка занята Есть попытки Первично наступить на 15 Раскинули Гранаткой одной Неубедительно На 20 Опять же Эффекта никакого Не оказали И остается Семфис Семфис будет По-моему Продолжать играть Вада Дается дым От стек От стеночки Чтобы выйти на 20 Ну И Семфис Предварительно Раскидывая ковры Просто Ставит Виртуз про Скажем так Типа в тупик Но на самом-то деле Тупика никакого нет ВП боятся Только сплита На Б плен С учетом С участием Катериспауна Которого здесь уже не будет Купский на дыму Купский на дыму Васисти мичу Паша ждет арку Мичу смотрит Ну вот здесь Опять же Непонятно Что делает мичу Но он должен был Да, есть Молотов И Купский Но попытались Жечь Не вышло Ничего Без шансов Без флешки Без всего Просто обрывается Пытается сделать Хоть какой-то минус Но ничего не вышло Она его продолжает давить Паша успевает Прийти на помощь И перекрестным огнем Команда Клоуд Найн Ну просто она попадает Сейчас под польский каток 5-0 И Виртуз про Если уж свою карту Выиграть не смогли То вот на Инферно В лучших традициях Дефолта соревновательного Контерстрайка Они готовы Закрепить Свой успех Взять И самое главное Выйти из группы С первого места Этого кстати Им сейчас очень сильно Не хватает Очень сильно Что ж Вторая попытка Сыграть полноценный Девайс на раунд В исполнении Клоуд Найн Друзья Я вам напомню Считаю ваши отклики В твиттере Слэм надеемся План финала Старладера Не будут такими же Ребят Я тоже надеюсь Потому что Если честно Вот знаете Комментировать Тилан турнира Это приятно Но когда ты Как бы ждешь 5 часов Первый день Во второй день Тебе просто Ставят перед фактом Что ты можешь Не уйти вообще Из студии Из-за того Что вот Типа Извините Да мы понимаем Да 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 Но мы хотим Чтобы матчи шли подряд Ла 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 И вот мы видим Такую ситуацию То есть Примерно представьте Каково игрокам То есть мы то просто Сидим смотрим А им нужно играть И не знаю Сохранять концентрацию А как ты можешь Сохранить концентрацию Когда ты ждешь 5 часов Потом 2 часа Потом у тебя Потом у тебя Вообще непонятно Какое расписание И вот знаете Эта усталость Она в игре сказывается И вот на Cloud9 Она уже сказывается Потому что Их перебороли Перебороли вдвойне Пока преимущество За Virtus.pro И по-моему Они не хотят Его отдавать Они прекрасно осознают Что Проигрывать Проигрывать Такую катку Просто нельзя Выходить с группы Только с первого места Но Выпустив американцев На DeadSider матч Они могут Либо выйти с группы Со второго места Так же Как ИВП Либо Но тут уже задача Какая стоит Тут непонятно Кто будет у них соперником Потом в стадии Плей-офф На полуфинальном матче Это будет либо Проперти Либо команда NIP Кстати Проперти взяли У них карту TheCash NIP Кстати Последний матч Играли без стараний Против Envis И НИПы могут Свою успех не закрепить Что ж Безупречный прием В исполнении Бьёли Песков Плюс Плюс ему подсупортили 7-0 Пока от Cloud9 На третьей карте Нет никакого ажиотажа Нет никакой конкретики И они остаются С нулём Так Если Cloud9 Будут дальше гореть В собственном молотве Orbit Будут просто Замечательные шансы Против них Да Кстати А это будет Скорее всего Ещё тот реваншик Только единственное Что я хочу вам добавить Я не знаю Будем ли мы смотреть Тот самый последний матч Потому что Времени уже на самом-то деле Много И Дело не в том Что его много Я как бы готов Но Я уже еле говорю И параллельно При этом Друзья Доигрывается Последний Дэдсайдер Матч группы А Понимаете То есть Сюрприз Расписание Так Ну Интересная Главка Шон Гейрс Просто зажигает Надо давить на сигарете Мичу Мичу пытается обороняться Но и здесь Прайдаун от Шон Гейрс Один в два Минус три Ну Будет лейс Будет лейс Пашал бицепс Пипетам Перекрёстный огонь От Virtus.pro Действует максимально Синхронно И Neo Даже не даёт Возможности Шон Гейрсу Хоть кого-то Заметить Гибкая флешка На двадцатку Но после Этой флешки Сам игрок Атаки Остался Флешёный Зацепил Немножко Пашу Счёт 8-0 Virtus.pro В сухую Выигрывают На третьей Карте И Начало Девятого Раунда Для Cloud Действительно Будет драматичное Экономика Есть Но Раундов Нет И раундов Категорически Не хватает Посмотрим На статистику И видим Что У ВП У Паши 15 тысяч 7800 Тунео Хотя Экономически Всё начиналось В этой половине Очень плохо Американцы Сразу Присели На экономику Полякам Но Вот Те в ответ Сделали Великолепную Серию И самое главное Они не стараются Играть Как герои Одиношки Опять же Это вот Привет Мичу Который Вытворял Непонятно Что И привет Гидрайту Который Только что Приграл Команди Пропинг 8-0 Гилберт Ловит Пашу Бицепса На Б Планте И Это в принципе Какие Никакие Хорошие Новости Для Cloud9 Virtus.pro Будут пытаться Развивать свою атаку Дальше В сторону Ой Свою защиту На укрепление Аплунта Вот атака Пойдет Скорее всего До главки Как минимум Здесь у нас Только Таз Мичу Приходят На помощь Бьёли Остается Играть Не пяти До последнего Во избежание Десанта Таза Забирают Ну и Линейный Прием Ожидается От Virtus.pro Реализация Численного Преимущества Американской Команды Дымы на арку Дымы на библу И Таз Фулл контроль От Таза Молотов Спрей Даун Таз Ну вот Почти Забирает Третьего игрока Героически Сгорая При этом В дыму Шон Гейерса Но Будет ли Нет Нет Не ожидали Увидеть Мичу Вторым игроком На выпаде Моментальный Размен После смерти Таза 3 в 2 Ситуация Американская Команда Снова Встает В тупик Бомбу Кстати Засветила На двадцатке Должны сотворить Что-то невероятное Бьёли Не Бьёли не даёт Здесь возможности Гилберту Остаться На комфортной позиции Тем не менее Бомба ставится Для Шрауда Ситуация рабочая Дим 20 Его пытаются Просто ввести В дикое заблуждение Тем не менее Он собирает силу В кулак И волю в кулак Тоже делает Выпад по собственному желанию Минус Филип Кубский Бьёли остаётся 1 на 1 Их Ай-яй-яй Шрауд Красава Минус 3 Минус 3 Финальная стадия Девятого раунда И начало десятого Клоуд Найн уже продолжит Играть с одним очком В своей копилке Но от этого По-моему им не легче Счёт 8-1 И 7 раундов разницы Это действительно Колоссальный перевес И чем дальше Тем страшнее Заметьте Это факт Это факт Но будем надеяться Будем надеяться На польскую собранность С одной стороны С другой стороны Я даже рад немножко За Клоуд Найн Они хотя бы смогли Они хотя бы смогли Просто подержаться За что-то схватиться Что ж Атак через второй мидл Продолжается Опять же 4 в 4 Дуга занимается Польской командой Вот это А третий То даже не посмотрел Направо Клоуд Найн Что за детские ошибки Ого Друзья Это детский садик И дуванчик Или чебурашка Я не знаю Два игрока Просто не чекают Право Заходят в дым Который Как бы намекает Чуваки Я либо слева Либо справа А третий Даже не понял Откуда его тиммейтов Наказали И потом не понял Что происходит Ну что ж Семфис остается В ситуации Один в четыре Забирает таза Но дальше Ему просто Не должны Давать уйти Без единого разрыва Как говорится Друзья Пока что Виртуз Про Делают все Что хотят Все что хотят С командой Клоуд Найн На третьей карте Этого матча Напомню вам Что проигравшая Команда Отправится В нижнюю часть Сетки И Будет играть За выход из группы Только со второго места Против Тим Орбит Ну и проиграть Здесь как минимум Значит для Виртуз Про Проиграть Эвент Поляки плохо Играют в группе Это факт Завтра поеду На Gfinity Пишет нам Один из Зрителей В Твиттере Надеюсь что Все будет вовремя Давай Давай Расскажешь Хоть как там Все ладно Пишет нам Молодой человек На русском языке Он живет Видимо в Лондоне Поэтому Он может Это сделать Ну что ж друзья У американской команды Вот своей волей Неволей Тупиковая ситуация Они остаются Практически Ну в простонародье Это называется С одной такой штукой В руке То есть ни с чем И Ну задачу Они уже здесь Минимальную не выполняют За первую половину Не не исключен Конечно Вариант Камыча Но что-то Мне подсказывает Что у Виртуз Про Планы здесь Просто раздавить Хотя знаете ВП это самая неординарная команда С учетом даже того Что они играли Как-то без стенды Против Блейда И компании Все закончилось Для них крайне неприятно Потому что Блейд их перевернул Так вот Здесь Клоудайн Могут сделать то же самое А тут еще и Снекса нет А Снекса Это 70% Взятых выбиваний Наверное по другому И не описать Но Виртуз Про тяжело Это видно Опять же Турнир начинали Очень плохо Очень плохо С Просто непонятных Каких-то Ошибок Потом Минус моралька Потом пауза Задержка Беда Но завтра уже Последний день Друзья И завтра Слава богу Мы будем Комментировать На одном канале Это будет Пятый канал Завтра Мы смотрим Два полуфинала И гранд финал Чемпионата Не забывайте про это Сегодня возможно Мне к сожалению Придется на последний матч Вас покинуть Децайдер Я комментировать не буду Но Еще не вечер Что ж 4а1б Рисковая схема Поведения За защиту От Virtus.pro Опять же Все в руках Cloud9 на самом-то деле Если они будут Продолжать Выходить В свой Молотов Сидеть Вот как Сейчас Сидят У них Ничего не получится С Virtus.pro Так играть Нельзя С этими Ребятами Надо работать На заходах Исключительно На заходах Я думаю Cloud9 Это понимают Но что им не хватает Не ясно Понимаете Скорее всего Они рассчитывали Раздавить поляков На кобле Чтобы забрать Свой пик Эта карта Денюк Но до этого Не дошло Так На Б-планте Гилберт Удается сделать минус Но Virtus.pro Прекрасно понимает Что это будет Скорее всего Аплент 1-3 по позициям И перетяжка пошла У польской команды На укрепление Ого Мичу остается Все-таки Один перетяжки нет Нормально фейканули Вот такой игры Не хватало Тем не менее Прикрыли спину Семь секунд До конца раунда Нужно просто забрать Бомбкерри И Мичу с этим Не справляется 3-4 Выбивание в меньшинстве Ждет команду Virtus.pro Но Как показывает нам Практика Этого выбивания Просто не состоится Гилберт казнит Троих За этот раунд И только во многом Благодаря ему одному Этот раунд Достается его команде Ну Таз здесь уже просто Доигрывает На выход 10-1 10 превращаются В 10-2 И Virtus.pro Ни капельки От этого не расстроились Это точно 6-700 Бьёли Таз Закупается в ноль У остальных У всех все в порядке С деньгами Но посмотрите Еще один раунд Еще один раунд И Virtus.pro Будут сливать Экономическая стабильность Заканчивается Достаточно быстро Для них Я бы даже сказал Что очень быстро Так что ж Раскидка флешек На дуге Опять же Под свой же Молотов Cloud9 Занимают Дугу Они по-моему Не подозревают То что там Готовится Ретейк Да Ретейк пошел Но Но Опять Гилберт Опять Гилберт Не дает уйти Нео И пока Cloud9 Не понимает То что там Еще два игрока Вот после этого Минуса Хотя нет Нео в ассисте Не знают Они не знают Место положения Игроков команды Virtus.pro И не понимают В какой численности Кто где остался Понимая то что На Белла ведь нечего Моментально перестраиваются На главку Главка пустая Есть выход до контакта Опасные позиции У Таза вообще Просто не позиция Хрен знает что Выход на двадцатку Горят пески Но здесь надо закрывать Где ты бьёли Спрейдаун Минус два в ряд Шраут Шазам Падают Как мясная бригада Деликатесов И Хо-хо Без шансов Просто Ну это Одиннадцать два И приятные воспоминания После первой половины Точно будут преследовать Virtus.pro А вот У команды Cloud9 По моему Сейчас должна Терпилка рушиться Это какой-то Бифштекс По-американски Был Ну что за Вот Глупости Где дымы Почему не закрыли Пит Почему заходят В плент на морозе Вот именно Из-за таких Малейших ошибок Американская команда Вот Из-за микро ошибок Просто Отдает взятый раунд Втроем уже были На все Один на коврах Ладно не вышел Но два-то Два-то на короткой Остаются Можно же Сыграть более гибко Это говорит о том Что не могут подстроиться Парни Польская команда Конечно здесь Озадачила Просто озадачила Что ж Матч продолжается Горит полкарты На 20 не запускают На центре дымов Больше чем В принципе Купить можно И Шазам Шгейрс И вся команда Клоуднайн попытается Либо сделать Десант с ковров Либо это будет Попытка отойти Так Неудачное начало Прием Двадцатки Ошибка От ВП Ну Второй снизу Но здесь Паша Бицепс Справляется Также помогает Своему тиммейту Тем самым Помогая Своему тиммейту Но на самом-то деле Не особо сильно Он помог 46 секунд До конца раунда Клоуднайн имеет шансы На отход В Б плент Тем не менее Пытается сыграть До конца На А Виртус Про понимает Что это скорее всего Потому что Мичу находится Вот в такой позиции Плюс Мичу снайпер Поэтому Здесь все Абсолютно логично Ну и Клоуднайн Вместо того Чтобы начинать Перетяжку И пытаться Как-то качать защиту Просто вслепую Выходит на плент Бьёли Нео Ну вот По-моему Сегодня не самый лучший день Для Нео Потому что даже В самый лучший день Он стреляет намного лучше 12-2 друзья Ну что Это без шансов Первая половина И она действительно Без шансов Сказать здесь Даже нечего Да Учусь в Ангелии Поэтому могу съездить Ну там Привет Вот молодой человек Который завтра Собирается на Джефинте Который живет в Лондоне Ты там завтра Найди организаторов И передай им привет За первый день турнира И за второй тоже Скажу Что мы их все любим Если что Я их могу научить Работать без Ебота И прочих Супер штук Я даже знаю Как чтобы задержки Не было сделать Офтоп Офтоп Друзья Немного офтоп И ладно Тоже с вами Пофидбэчить нужно Виртус про 13-2 13-2 Это безукоризненная Победа В первой половине Которая может Вылиться сейчас В завидный Выход с первого места Из группы Б Но если каким-то чудом Американская команда Начнет тащить Нас ожидает Неждан Оп Но тут Неждан По-моему Сейчас будет От глудов Все-таки Мичу Нет Закрыли Закрыли Нормально Все в порядке Что ж друзья 13-2 Первая половина Михаил Мюллер Вот так вот Зовут Мичу Друзья Для тех Кто не в курсе Кстати Тим Инфьюз От хозяева Чемпионата Это Ред СНК Дек Лен Деннис Лан Тисек И Бен Бен Вуд Боже Фамилия Вуд Могут закончить Тим Проперти На этом турнире Были представлены Тоже со стендином В лице Джей Ви Поехал помогать Своему бывшему Тиммейту Шнейдеру Ниндзя в пижамах Друзья Просто 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 в пижамах Они могут просто не поехать Так ну что ж ВП Уверенно начинают В пистолетном раунде Но опять же Выходят почему-то На Джордана Гилберда Да С реализацией Тэк Найн Отлично Вот здесь уже интересно 2 в 2 Если библиотека Сейчас выигрывает Перестрелку То это возможно Будет фейл Но нет Нет до фейла Не доходит Бомба ставится В планете Тас играет С Грейвьярда Ну на нем Сейчас вся ответственность Друзья Игроки защиты Не знают То что он будет Играть Грейвьярд Но они знают То что бомба Стоит непосредственно Ой-ой-ой-ой Друзья Первого закрыли Шон 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 Один в два И Виртус Про 14-2 Друзья Это 14-2 Ну и здесь Сейчас 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 Здесь Кубин может просто Помахать ручкой Команде из США Потому что их ожидает Орбиты В составе Скитен Пиф Макси Роуг И кто-то еще Быстрая третья карта Получается Однако Вот знаете Непонятно Американцы Ее не готовы играть Или поляки Собрались Но Виртус Про Таких матчей Бывает очень много Вы знаете Кто помнит Поляков еще С 1.6 Точно знают Что эти ребята Как рак На горе Свистнет Так и Начинают Катку Здесь конечно Вот я не ожидал Такого счета Я думал Флоуд Найн Хоть чуть-чуть Поборется Вот так Пока нам все понятно Шазам Флешка на центр И Хороший Хороший Наносит Демейдж Попадает Плотно По тазу Попадает Плотно Ну не плотно Средненько Побьёли Тем не менее Минусы сделать Не удалось Играды контакта Против засады Паша Бицепс Опять же 1б3 1б1 И попытка сыграть на кайф Или Паша Бицепс Прощается жизнью Ну и в этот момент Виртус Про развивает Свои атакующие действия В сторону А планта Прекрасно понимают Что на Б скорее всего Укрепление Но они еще об этом не знают Вот только сейчас Мишу должен был Ой-ой-ой А вот это вот уже Обманули дурака На 4 кулака Втроем сейчас могут Просто не зайти Одного на подхвате Заметили Они не знают о том Что 2 в планте В этот момент Шон Гейль заходит Просто в спину И слушайте Клоуд Найн Как рыба в воде На этом пистолетном раунде Ну и дальше Развалин Таз остается Последний Вот ВП Вместо того Чтобы пройти 20-ку Просто по-тупому Решили сыграть В 15 Ну и Мишу Который не чекал В этот момент Зелень Просто стал Главная ошибка Это в раунду для ВП Вот если бы он почекал Он бы убивал библиотеку И они бы туда не шли Но нет Нет Мы спрячемся Я перезарядиться хотел 14-3 Клоуд Найн Откровенно говоря Супер привезло На 17-ом раунде Но это Нифига Не помогает Им По-моему Ну поживут На раунд больше Ну вот теперь пистолеты От Виртус ПРО Десант по коврам Будут выходить в дым У клоудов Уже просто горит Сейчас Ой-ой-ой-ой Как так-то Польская команда Тоже иногда умеет удивлять То они нормально Играют в десант С ковров То они этого не делают Ладно Тем не менее 10 раундов Преимущество Они за собой Сохраняют А что Дживи в проперти Делает Его туда позвали В качестве стендина Потому что Ну Вот Просто потому что Позвали Слушайте А проперти Это сейчас Что это они там Походу сейчас Ого Походу Нипы сейчас Просто поедут Домой Друзья С Дживи Напомню вам Что на прошлом Дживи Они также выступили Неубедительно И вместо того Чтобы там Не знаю Взять свои раунды Которые были Свои карты Выиграть матчи Которые для них Были Возможно Не особо важными Они просто Вылетели с турнира А вот например Не Нипы могут быть Довольно собой Заготовиться В которой они Оказались Топ 2 По сути Ну то есть Они финалисты Они финалисты Тут уже не важно Кто победитель Важно что они В финал проходили И шансы были И были весьма хорошие А вот здесь Они попали на голодных Энгерс На голодных проперти Кстати проперти Вот как раз Со Шнейдером Та команда Которая Шведскую кс-цену Точно зажгет Это знаете Такие классические Матчапы Которые Не всегда приятно смотреть Ваш бицепс Муэртас Ну вот Шазам Сейчас не ожидал Что получится Только Димейджа Тем не менее У Клоу-9 Все схвачено Залетает сразу же Молотов 15 закрывается Вообще без шансов Мечу Мечу просто вынужден Действовать быстро Что ж Экраунд заканчивается Экономика возвращается К польской команде Есть даже Шанс увидеть И ВП у Паши Непонятно Как будут строить Раунд Да Без ВП Ну это абсолютно нормально На данном этапе Не понимает Паша как не убил Шазама Тем не менее Спрашивает Сколько ХП Тот говорит Что 20 Ну да Там было хорошее попадание Ну вот поэтому Друзья Мне непонятно Как они взяли Снайпером Того чувака Который даже Вот мы о нем Ничего не знаем Бедняга Шазам Просто сейчас Подарил По факту Этот Этот раунд Ну не раунд По крайней мере Первые минуты Раунда Точно он подарил Я думаю Любой бы Типа из Икея Хика Кто угодно Из американского Контерстрайка Они бы убивали Просто Просто бы убивали Непринужденно Спокойно С другой стороны Логика американцев Тоже непонятна Вот у тебя Второй или даже Третий респаун Был по моему Шазама Да То есть даже Не первый А второй или третий Потому что Первый респаун Был у атаки И зачем ты шел На ребра стреляться Вася Вот зачем ты туда Идешь Он идет туда Просто умирает Потому что ВП играет Крайне внимательно Ну и после этого После этого Все Нет снайпера 2-2 по плентаму Североамериканской команды В этот момент Виртузпро играют Заранее подготовленный На бэплэн 2 в 3 размена Шраул пытается держать Под напряжением Ну Тазу нужна помощь Срочно Но он С Пашей бицепсом Да Вдвоем разыграли нормально Бомба ставится в пленте В этот момент 15-5 И я не понимаю Что произошло Ааа Это последний раунд Друзья Вот так вот В общем Прошлый раунд тоже взяли 16-5 Что ж 2-1 В пользу команды Виртузпро И Виртузпро Выходит с группы С первого места Команда Cloud9 Будет играть Реванш С командой Орбит И я даже не знаю Чем там закончится Но Чуть позже Чуть позже Мы с вами Узнаем Пока Ожидаем информации Я просто не знаю Буду ли я его комментировать Потому что Сейчас заканчивается Последний децайдер В группе А И если там не будет Третьей карты То Я бы лучше пошел Туда на третью Чем остался бы Комментировать это Так как это будет Очень и очень Напряженный Поворот Так Тем временем Друзья Что происходит У нас в матче Шнейдер Выигрывает У команды НИП походу Вот Что и происходит Ладно Все пока что Досматриваем тот децайдер Друзья Я к вам вернусь Через несколько минут Оставайтесь с нами Далеко не уходите Пока музыка Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому